Всем привет! В этом видео поговорим об обмене ссылками. Подписчик канала спрашивает, как сейчас относится Google к обмену ссылками между сайтами одной тематики. Мы размещаем информацию о партнерах плюс ссылка на их сайт в ТСЛИОМ справочнике на нашем сайте и просим разместить пресс-релиз о нас и ссылку на нас у партнера. Смотрите, когда продвижение, ну, только набирало обороты в начале 2000-х, когда я начинал этим заниматься, обмен ссылками был очень эффективен. Мы его использовали много лет, и позиции, ну, очень легко занимались. То есть, нужно было внести ключевые слова на страницу и вот сделать вот этот обмен. И это было, сначала это был ручной обмен, потом автоматический. И, ну, просто на сайтах размещались каталоги, и эти каталоги, ну, каталоги типа других ресурсов разных тематик, и они друг с другом обменивались, ну, где-то в ручном режиме, где-то в автоматическом. И это очень круто работало. Сейчас, ну, потом это как-то с этим стали бороться, потому что это была, ну, очень такая манипулятивная механика, и топы занимали не лучшие сайты, а просто те, там, где сеошник очень сильно постарался. И эта механика перестала работать. Ну, и там, мы сеошники перешли к другим механикам, просто к покупке ссылок невозвратных. Ну, и там много лет мы покупали ссылки с главных страниц, потом с внутренних страниц невозвратные, потому что возвратные перестали работать. Но в целом сама по себе простановка вот такой ссылки, она очень, ну, как бы естественна. И на данный момент, как это работает? Я рекомендую, если у вас есть вот такие партнеры, дилеры, поставщики и так далее, и вы можете обменяться этими ссылками, то, конечно, меняйтесь. Хуже от этого точно не будет. Санкций за ссылки даже самые спамные сейчас практически нет. Ну, я очень много лет не видел их вообще. То есть даже когда, ну, довольно жестко применяются там такие полуспамные технологии, то, ну, так, чтобы за этот спам сайт улетел, но это очень редко. И если и бывает подобный эффект, то начинаешь копаться, и там еще кучу других ошибок находишь. Ну, в общем, не факт, что из-за этого. Поэтому, ну, а когда это единичные какие-то такие размещения, то точно ставьте. Хуже точно не будет, а лучше может быть. Поэтому вполне ставьте. Если вы хотите попытаться, ну, защититься от некоторого эффекта, ну, там, дисконтирования влияния этих ссылок, то есть что они там не будут работать, а вы постарались поставили, то сделайте не возвратный обмен. А вот мы тогда, там, лет 15 назад, пользовались такой штукой, что мы ставили ссылки не один к одному, ну, типа, сайт А ссылается на сайт Б, а сайт Б на сайт А. А был какой-то сайт, ну, у каждого из этих проектов есть дополнительные проекты, и, ну, условно, сайт А, сайт Б, которые хотят обменяться, и есть сайт, там, С и Д. И вот сайт А ссылается на... Нет, не так, сайт А ни на кого не ссылается, и сайт Б ни на кого не ссылается. А ссылаются дополнительные проекты, то есть сайт С ссылается на А, а сайт Д ссылается на Б. Ну, то есть вот так перекрестны друг на друга сослались, и все. То есть вот примерно такая история. Перелинковывает ли сайт А, там, с С, или с Б, с Д и так далее, отдельная история, и, ну, лучше нет. То есть если у вас эти самостоятельно сайты достаточно прокачаны, то лучше не перелинковывать и не создавать дополнительную, ну, там, дополнительную зацикленность этих ссылок. Но при этом тогда эти дополнительные проекты должны быть, ну, достаточно сильные. Ну, например, у вас два интернет-магазина, один занимается, там, стульями, второй – столами. И вот вы при обмене используете то один, то другой, но главное, чтобы не было возвратной ссылки. Вот мы это тогда использовали, очень круто работало. То есть получается невозвратная ссылка, хорошо отрабатывающая, и при этом тематичность здесь тоже сохраняется. Вот, можете попробовать вот так. Но в целом это, ну, если и просто сделать туда-обратно, эффект от этой ссылки, вау, скорее всего, не будет от нее, но, скорее всего, некоторый плюс от нее все-таки получите, поэтому лучше ставить, чем не ставить. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.